Итак, всем привет, с вами Дубгайм, мы продолжаем играть за Францию в Кайзеррайх. Осталось нам в этой серии всего лишь добить Россию, и можно сказать, что всемирный филанстер победил в этом мире. Так что давайте готовить фронты. Чего еще нам ждать? Поехали. О, а тут не заставило ждать, как мы получили ивент приготовиться к войне. Не, видимо это да, триггер этого ивента создания Беларуси, потому что в прошлый раз по-моему я тоже получал это от Беларуси. Но нам сейчас надо будет желательно создавать эти вот страны и просто не призвать их в войну. Но я подозреваю, что это предусмотрено, и там будет автоматический призыв. Самое главное, сначала ликвидировать вот эти вот страны, а затем полностью всей нашей силой надавить на Россию. Не успели мы до конца подготовиться, как уже нам Россия объявила войну. И что мы делаем? Мы призываем всех. Ну и кстати говоря, я тут очень много авиации поставил и раскидал ее по генералам, пускай сами, собственно говоря, занимаются авиацией, мне уже лень. Кстати говоря, наша граница восточная оказалась даже чем-то прикрытой, у нас здесь какие-то войска были. Даже вот эти вот новые государства успели, ну кто успел, кто не успел сделать какие-то войска. Но основная часть наших именно войск, она, конечно, в Балканах и нацелена плюс на Польшу, потому что нам очень важно ликвидировать все угрозы в стулу. А вот, собственно говоря, они и нападают. Так, авиация сейчас должна как-то начать перебрасываться туда-сюда, я полагаю, надеюсь на это, что они будут ей пользоваться. Но у нас еще здесь очень много железнодорожных орудий, которые тоже оказывают свою поддержку. Ну и без особых проблем мы тут все завоевываем. Вот и пала Польша, практически остались здесь какие-то мелкие войска в окружении, все уже не осталось и скоро пойдет, я думаю, Прибалтик. Балканы, репет, Балканы. Вот и капитуля с следующей стороны, Сербии, и мы просто продолжаем нещадно наступать. Вот уже танки наши дошли до фронта и очень-очень успешно начинают оттеснять фронт обратно. Русские наступали только пока у нас здесь не было войск. И потихоньку Балканы подчиняются. Здесь, кстати говоря, получилось еще плотненькое окружение. Почему-то наши войска здесь не очень активно участвуют. Пока стоят, я не очень понимаю почему, хотя они могли бы уже давно здесь все добить. Тем не менее, потихоньку сейчас пойдут вот эти вот войска, затем пойдет Греция. И затем мы уже полноценно начнем воевать с Россией. Пока что у нас воюют только две армии. Целых три находятся на Балканах в данный момент. А вот и Москва, тоже пала. Прекрасно, постепенно, постепенно Россия будет сдаваться. Но капитулировать она будет очень нескоро. Там целых сто поддержки войны. Мы начали, кстати говоря, делать тратистические бомбардировщики. О, советники. Без проблем, ребят, давайте. Хотя они нам прям реально пользу не принесут. Но почему бы нет. Так вот. У нас теперь есть стратегические бомбардировщики. У нас есть ядерные бомбы. Понимаете, да? Что сейчас будет? И вот. А винтика нету? Блин, а винтика? Нет, есть все-таки. Но это просто общий. Давайте-ка. Блин, а нам бы сюда, конечно, учить преимущество в воздухе. И вот так вот мы это сделаем. Забросим еще на Царицын. Но Москву мы уже не успеем забросить. Москву мы уже забрали. И это неплохо так подкосило поддержку войны. Прекрасно. И следующий сбросил еще 12. На самом деле, сбрасывать бомбы очень выгодно. Мы так, я чувствую. Да, заставим капитулировать Россию намного раньше. Ну-ка. 61. Похоже, мы уперлись в К. Но минус 40% это все равно очень приятно. Плюс там будут еще бомбардировки, потери бои. Так что он, возможно, пойдет еще чуточку ниже. Что позволит нам не идти до самого конца России, а хотя бы идти на Урале и уже остановиться. Подбрасываем еще немножко бомб. Поддерживаем стратегические бомбардировщики. Бомбардировщики. Бомбардировщиками. И Россия все приближается ближе и ближе к капитуляции. А поддержка войны все падает и падает. Да, русские будут реально скоро сдаться. Что по потерям, кстати говоря? В сумме у нас такие нормальные потери. У них, конечно, больше. Но именно французских потерь здесь не так уж и много. Что, несомненно, приятно. И вот мы уже на юге здесь. Скоро полностью окружим последние остатки кавказских войск России. На севере мы также очень много окружений поделали. Можно, кстати говоря, продолжать здравоевать ядерные атаки. Я подумал, это Россия. И удивился. Нет, не Россия. Выбивая им аэродромы и плюс выбивая им частично дополнительную поддержку войны. Собственно говоря, без аэродромов мы еще больше контролируем воздух. Но без поддержки войны они еще быстрее капитулируют. Я уже вижу, что там 16%. Да, базовое значение, видимо, уменьшается. Я вижу, что оно становится поменьше. Мы можем просто продолжить, пока они не сдадутся, я думаю. Собственно говоря, вот 4%. Так что да. Капитуляция будет с минуты на минуты. Париж уже дождут позитивных вестей с фронта, я ожидаю. 3%. Помните, когда мы только начинали наши бомбардировки, там было 100%. И вот она, Россия наша. Вместе со всем своим альянсом. Давайте же разделим все эти серии заваривания теперь. Ну и подразделить я, конечно же, имею в виду забрать себе все. И никому вообще ничего не дать. Потому что с новыми мирными переговорами такое легко возможно, если у вас достаточно большой процент участия в войне. А у нас он, очевидно, самый большой. Вот вся территория России теперь наша. Осталось теперь повредить там моряне, так я думаю. Смотрите, как много решений нам надо принять. Давайте-ка всех прокликаем их. Так, первая партия ивентов пройдена. Ждем следующую. А вот и она. Тоже немало. Так похоже, что все завершилось. Так вот выглядит мир. Здесь, конечно, получилось не очень красиво, но как получилось, так получилось. Так что говоря, микровойна уругвая с Аргентиной, но это ничего. Контролируем мы, я бы сказал, где-то две трети по всей территории. Да. Я думаю, добивать уже вот эту вот одну треть не представляет какого-то интереса для нас. Революция победила в этом мире. Там что-то еще Трансхамур ругается, но это уже неинтересно. Так что, ребята, пора заканчивать это прохождение. А с вами был Дубгай. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.